Как? На улице. А то сюда? Чёрт. Ну они как бы... Здесь они в сторону. А вы что так быстро виды? Думали, что меня... Что меня может не видеть? Так, ну ладно. Значит, сегодня мы помешаем задачку. Мы уже сейчас говорим на ядерный магнитный резонанс, ядерный квадропольный резонанс. Вот давайте какую-нибудь... Такую задачку возьмём. Так... Ну во-первых, давайте рассмотрим, я в прошлый раз с вами записал гамильтонент ядерный квадропольный резонанс. Давайте посмотрим, как он реально работает. Как он реально работает. гамильтонент ядерный квадропольный резонанс. Итак, H квадропольный. Ну вот, обозначение там разным, часто H, Q пишут, квадропольный гамильтониан. Ну вот давайте я воспроизведу то, что в прошлый раз собственно и записывал ещё так. гамильтониан Гамильтониан, Q, дальше V, Z, Z, на 4I, да, 4I, 2I, минус 1, так, I, далее, 3I, Z, квадрат, минус, да, скобочка, I в квадрате, плюс это, я напомню, что это, это параметр анисотропии, параметр анисотропии тензора G, дальше I, X в квадрате, минус I, Y в квадрате. вот такой гамильтониан. Здесь Q, квадропольный момент ядра, квадропольный момент ядра, так, давайте сразу мы с вами договоримся, как его определить. То есть квадропольный момент ядра Q следующим образом определяется, то есть если я тензор квадропольного момента обозначу, ну как вот, в электродинамик Q и Y, скажем так, Q, X, Q, Y, Y, Q, X, Y и так далее, тензор второго ранга, тензор, в квадропольный момент от тензора я напомню, без уровень, симметричный, то есть это пять компонентов, пять компонентов, и вот эти пять компонентов характеризуют то самое распределение, анисотропное распределение ядерной плотности в ядре, которое представляет собой, в виде либо там дыни, либо вот этого патисона, в виде патисона, так вот, константа RQ определяется следующим образом, я беру матричный элемент в состоянии с максимальным значением проекции, значит вот здесь вот, в максимальном значении проекции, Q, Z, Z, I, I, вот так определиться это константа, через среднее значение фактически, то есть можно сказать, что это и среднее значение Z, Z компоненты в состоянии с M равным I, то есть M равным значению спиннейтра, с максимальным значением проекции, V, Z, напомню, это компонента тензора G, компонента тензора G, ну и это параметр анистропии, значит я писал, у вас это есть, как он выражается, он фактически выражается через отношение V, X, X, V, Y, Y, делить на V, параметр анистропии, ну просто давайте посмотрим, как работает реально этот гометринят для ядер с различными значениями момента, если момент равен нулю, ну вот такой момент ясно равен нулю, ну собственно по этой структуре видно, дальше если спиннейтра равен одной второй, то подрухольный момент можно посмотреть, вот пусть у вас момент равен одной второй, ну я забегаю вперед, то есть или собственно назад даже, скажу так, что при спиннейтра одна вторая, другая метра равен нулю, ну и это видно из структуре гимитиня, смотрите, если и равняется одна вторая, то и Z, X, Y, это матрицы Паули фактически, матрица Паули, это матрица Паули описывает, ну в самом случае спинновой матрицы Паули, описывает спина одна вторая, момент одна вторая, что мы не получим тогда? любая матрица Паули, если это сигма, то в квадрате это единичная матрица, Ну а если это спиновая матрица, в данном случае, И, это квадрат, это будет 1 четвертая. Почему? Потому что спиновая матрица в Пауле это 1 вторая, это обычная матрица Пауле Сигма. Поэтому и Z в квадрате, так, это 1 четвертая, примерно полный, значит, все-таки. И, при И равном 1 вторая матрица, И, это 1 вторая Сигма, матрица Сигма. 1 вторая матрица Сигма. Значит, и Z в квадрате будет 1 четверть и X в квадрате, 1 четверть, Y в квадрате, 1 четверть сразу, в 0 обратиться там. Ну а здесь вот 3 Z в квадрате, это будет 3 четвертых, минус И в квадрате, но И в квадрате 3 равном 1 вторая, я напомню, это И на И плюс 1. То есть 1 вторая на 1 вторая плюс 1. 1 2 на 3 2 3 четверти тоже то есть логически подрублено взаимодействие при играла на самом деле мы показали что вот эта часть 0 уходит так но на самом деле подрубленный момент при спине 1 2 вдоль обращается здесь двойное такое войну и убиение подрубленных взаимодействий сам уголе выгодами ну вот эта константа ну грунтого это комбинация все равно обращаться ну и поэтому значит другой момент отлично только для и больше или равного единицы ну давайте рассмотрим единицу просто берем единицу наша задача найти спектр квадрупольный спектр другими словами найти собственное значение вот этого оператора собственно значение этого оператора ну и вы догадывались что задачка переходит в разряд таких чисто задачи третьего курса о собственных значениях собственных в общем случае собственной функции спинного оператора при спине единицы мы эти задачки решали вот такой спины в квадрате вот обратите внимание это габинтонян типичные для хп-шика на самом деле то есть если сталкивается со спинном волна парамагнитного йода спинном с вот чем больше леднички или равен леднички вот габинтонян в отсутствие поля вот так может может выглядел может еще более сложнее или проще герам ну может быть ну понятно что здесь видеть и поскольку сколько в этом габинтонян у меня оси xyz выделены как бы да это габинтонян соответствует такой аромбической анизостропии то есть или симметрии симметрии типа спичного коробка спасибо был аксиальной симметрии вот этот габинтонян мы рассматривали за . в латыка найти собственно чая собственной функции вот здесь фактически то же самое кстати обратить внимание что у операщиков причем габинтонян то вроде бы как бы внешне по крайней мере совсем друг 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 друге выглядит так ну ясно 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 замена очень простая спин до с на спин ядра и меняем вот дальше ясно что три на эту константу это будет фактически да а это это на эту константу это будет и все а в основном задачка совершенно такая вот из повторяюсь из задачи для третьего курса но тем не менее мы ее за спина скажем единички все попробуем решить и так и единица потом посмотрим еще это все-таки целый спин еще посмотрим это полу целый спин нас будет интересовать не просто спектр то есть не просто собственные значения а еще и то как будет выглядеть собственно спектр ядерного квадропольного резонанса я хочу вводить внимание что вопрос об анализе спектра он вот с этого начинается то есть я выписываю герметринян вот ну и пытаюсь найти спектр как говорят подруга не спектр ну а по спектру скажем глядя на него там как-то вот пытается воспроизвести наблюдаемый спектр ну или как-то сравнить анализирует и так далее и равняется единица ну начнем с чего во первых скажу что при спине единица спиновые матрицы они очень простые спиновые матрицы при спине единицы очень простые я напомню как они выглядят и x и y и z ну или в общем случае давайте так это сделаем и к матрица здесь идет так вот запишу компонента x и y и и это спиновые функции то есть поистой функции которых мы эту матрицу рассматривать так как у вас момент единица то байс на функции то вектор 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 на функции для напомню что вектор мы с вами двояко раз можем рассматривать либо мы работаем с функциями 1 м вот как выше было записано так 1 м пробегая значения 0 плюс минус 1 вот про эти компоненты плюс минус один говорят как циклический компонент а тем ноль вот она здесь особняком стоит это сейчас как увидим и так вместо вот такого пофиса мы можем использовать вектор обычный декартовый базис такой базис если строго называется неприводимый базис работать с компонентами x и и так иногда и посещают напомню что при этом у вас 1 плюс минус 1 это минус плюс единицы на корень из 2 x плюс минус и и много много раз писали так но я бы сказал так что таким простым довольно трансформации преобразованием базиса не привыкнешь пока вот много-много раз это дело ну а стакан 1 0 это просто вот связь очень простая но стены и матрицы декартовом базисе выглядит очень просто нет прямо доказывали так и не выйдет ничего дальше ты заваливающими то и к и к и к и к и к заваливающими то ну а к заваливающими то все компоненты либо 0 либо единички матрица очень простая поэтому все матрицы которые сюда входят а сюда какие у нас войдут и z в квадрате ну и в квадрате это и на и плюс один фактически и на единичную матрицу и x и y и z матрица они все очень простые как они выглядят давайте посмотрим ну кстати их даже можно воспроизвести посмотрите значит у вас матрица их квадрат матрицы квадрат такой и на и плюс один и на и плюс один здесь и у меня единичка и на 1 2 2 2 3 так были 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 я ясно что речь идет о единицы квадрат потому что спин имеет размеры саш но здесь квадрат мы единички вот как это матрица выглядит то есть это фактически матрицу которую можно записать так и на это и на и плюс один и равновиднички на и личную матрицу три на три но а теперь смотрите вот эта матрица состоит из трех и x квадрате плюс или квадрате плюс и z квадрате но эти матрицы они все очень похожи чем они отличаются после тем что у вас элементы базиса ведь местами переставляется легко догадаться что матрица и x квадрате будет выглядеть так начну нее там где там где x у нее будет 0 а там где элементы стоят y и z поединке все на вот так вот если у нас первая строка будет соответствовать элементу x вторая строка элементу y и z в матрице x квадрате так выглядит 0 1 1 0 0 0 0 0 0 просто возьмите вот явный вид же простой матрицы и x у нее отличный метод будет элементы только здесь вот к единичка 2 3 и 3 2 все остальные нули то есть эта матрица она так будет у них первая строка первый столбец из 0 состоят а вот блок 2 3 строчка 2 3 столбец это матрица по диагонали 0 и слева справа или на ли 1 1 1 1 ну на него ничьку потому что ну и в квадрате это вот такую матрицу даст ну а и или квадрате чем это отличается но переместиться на это не как место и z квадрате этот но переместиться сюда а все остальное поменять и вот сложите все эти матрицы да ну вы получите 2 2 2 2 2 а поле так то я просто могу глядя вот на этот гометаньян сейчас записать матрицу этого гометаньян прямо нашим базис поскольку сколько все матрицы мне как бы известно ну а теперь я все просто собираю собираю и смотрю как же у меня будет выглядеть вся матрица и так матрица ашку и так матрица здесь и коэффициент пишу новым и единички выбираем значит не будет единичка здесь единичка то есть будет куда 4 это константа общая ну вот я бы сказал так что кто очень сейчас вот я занимаюсь перед вами это типичный пример работы ну скажем и бальчика причем интересно что чаще сегодня экспериментатор занимается вот с такой вот и по задачками они конечно к теоретику не приходят теоретику они идут более сложных каких-то там вариантов когда сами не могут если бы они знали что теоретик тоже не сможет просто они поначалу поэтому не знают потом когда столкнусь с теоретиком потому что от него толку как от зла известно молока это я про своих коллег подговорю к сожалению сожалению ну я не только коллег в таком прямом смысле конечно в меньшей степени кстати про все наше сообщество теоретическое вот тут кстати сейчас для того чтобы они старались избегать иногда тебе не скажешь да мне своих проблем хватает вот а ты мне тут еще поцелуй я случай когда вы начинаете работать с экспериментом вам волей-неволей приходится окунуться в проблеме ну экспериментатора или этого эксперимента вплоть до что за образцы там что за установка точность и так далее ну кому и все эти кого-то дальше все и уже не будет какой кристалл как там еще кристаллическая структура до черти что такое вообще так на самом деле если вы хотите серьезно работает так что есть 30 объяснить что-то эксперимента серьезно вот вы все это должны пройти то есть это означает что надо на самом деле еще приподняться над ним то есть и его проблемы понять все чувствует хорошо и как-то выше чем подниматься это очень сложно и для многих теоретиков это просто тяжело не охота иногда вот и иногда только заставляют нуждают заниматься проще всего конечно какую взять вот написать коммутатор сложный и считать его и пошли все к чему там нашими кристаллы монокристаллы там всякие поджиги закалки влияние всяких там факторов там вакансии между зеленые атомы всякие дислокации и тогда ты все проблемы реальной жизни я бы сказал физика вот и поэтому большая часть и так мы заниматься какие-то никому нужные вещи и в конце концов пытаются этим все еще вещи этими вещами заморочить голову всем деньги деньги на это получать заворочить голову нашим но правда с другой стороны и объяснить это сложно что такое наука а поэтому на оборот оказывается что совершенно непробиваемо оказывается ближайший вот такая штука ну и да я пишу за скобку а там дальше пишем матрицу что получилось у меня вот смотрит матрица 3 и z в квадрате вот здесь у нее будет 0 но здесь значит 3 но минус минус вот эта матрица и квадрат минус 2 до на этом месте будет 33 матрицы z в квадрате минус 2 минус 1 1 останется 1 1 и так записали 1 и 1 ну а все остальные нули в этой матрице теперь это матрица и x в квадрате минус и в квадрате что из получается и будет минус 1 плюс 1 и 0 минус 1 плюс 1 и так пишем здесь будет минус 1 минус 1 минус это плюс это плюс плюс это но все что давайте я симметричнее расположу покрасить покрасивший 0 0 0 единица плюс это 0 0 0 0 похоже вот так это матрица но я все-таки выпишу матрицу из квадрата она вот так выглядит 1 1 0 0 0 0 0 0 на тройку нажать 3 3 до а то мы читаем вот это вот еще минус а момент 0 момент момент да вот здесь вот здесь вот правильно здесь был сколько минус вот как будет выглядеть все она диагонально а здесь по диагонали свои собственные числа просто вот в этих единицах собственные числа поэтому давайте я вот эту единицу так за единицу и выберу и просто нарисую картинку спектра это будет под рукой ли спектр моего спина я держала спины единичкой и как это все будет выглядеть смотрим так это будет выглядеть таким образом давайте я сделаю так вот пусть у меня вообще отсутствует ну что отсутствует градиент электрического поля все-таки внешне по отношению гидру фактор вот вот я здесь напишу vzz равно нулю то тогда конечно никаких польных эффектов нет и ядро спину него единичка 3 состояния но все они будут иметь одну и ту же энергию конечно то есть это будет трехкратно вырожденный уровень вот так пишут на 3 трехкратно вырожденный уровень а дальше включаем и зацет в из-за включая но кстати обратить внимание что если у вас есть параметр ханистропии это это что означает что у вас не только есть zz компонента но есть еще x и y компонент чем разные разные итак я включу посмотрите еще сделать так вы зацет я включил но это возьму равную начале пусть я стэп-бай-стэп включаю так вот по шагам как просто шаг за шагом включаю части лимитриньян начале я включаю первое слагаемые что я получу ну после этого вы просите вы получите 1 1 2 1 1 минус 2 точнее говоря ну пусть у меня у меня у в злц положительный будет положить тогда минус минус 2 вниз пойдет минус 2 2 по единичке пойдут вверх в два раза меньше будет здесь двукратно вырождены уровень вот так нарисовал вот как будет выглядеть это расщепление чем давайте обратим внимание на то что вот это вот величина это кудру больное расщепление но без это без параметра не строки чему это будет равна посчитаем это яичка вверх двойка вниз тройка всего до постояне между ними но и единицей у вас отзыв значит и у вас отзыв на 4 величина три четвертых в сердце но единственное но по модулю по модулю я я тоже я выбрал положительным эту величину так но если бы она была отрицательной вопросу все перевернулась бы на расстояние тобой осталось тем же самым поэтому на самом деле сразу можно сказать что измеряя квадрубольное расщепление вы можете получить только модуль этого произведения живья привлекаю внимание к этому потому что это произведение содержит два две величины очень важный это кодрубольный момент ядра значит сразу можно сказать что вот из измеряется кудрубольное расщепление вы знак квадрубольного беда никогда не получите видите как мы хуже того в з з з это градиент элитерического поля но значит и знак градиента элитерического поля вы тоже никогда не получите вот что вы можете определить произведение их только да но с точностью до знака с точностью до знака ну кстати отсюда еще это можно вывод сделать что и саму величину кутам тоже дайте не может что-то произведение знаете куда в з з з ну это вообще конечно печальный такой факт как же так искать подрубольный момент ядра позвольте что здесь физики придумали экспериментаторы конечно через на теоретики что они придумали они договорились так все-таки берите подходит полка него мало называют или посчитай в этот вот посчитай просто кто-то начинает от некий секрет это очень сложно ну выиграть посчитать ну полок посчитал дальше в зависимости то насколько экспериментатор доверяет этому теоретику вы может принять эту величину но если он принял эту величину за в з з з ну тогда ху может найти и тогда этот экспериментатор объявляет на весь мир что он нашел кул для данного ядра ну и большая часть народа населения которые очень не понимают чем тут дело она поплещет но через диктор вели выясняется что тот теоретики которые ему посчитал вообще вот я лучше посчитал ну экспериментаторы как дружно все почесали ладно согласились и тогда в таблице лично у поменяли на новую поэтому таблицы под упорных моментов они иногда обновляются почему потому что в з з считать сложно вернее вы за зачитать сложно между прочим градиент электрического поля это ведь то что мы считали в теории кристаллического поля кристаллического поля слагаем с к равным 2 она как раз соответствует чему она соответствует как раз учету взаимодействия квадропольную моменты электроны и 1 помню с градиентом электрического поля действующего надо и значит те параметры кристаллического поля который вы считали при к равном 2 они как раз соответствует этому в з з з ну я же когда вам говорил что есть простые модели скажи модель точных заряд для кристаллического поля она очень простая это все считается до конца она к сожалению она часто даже ошибку в знаке даю но тем не менее часто и пользуются но повторяя это далеко не все и поэтому проблема расчета тензера гэп вот этой константы величину искать в з з з это же проблема расчета параметры кристаллического поля и задачках не решена то есть это я бы сказал так что мы сегодня мы не можем мы не можем с достаточной надежностью достоверностью вот эти величины найти кстати относительно вот ошибок которые скажем теоретик выдает инфра你知道 вот сложно вопрос найти есть понятие стопроцентная точность как вы думаете что процентная точность это стопроцентная точность или стопроцентная неточность это ведь еще зависит от того как купить оптимистом или пессимист оптимист дqujut оптимист скажешь 100 но величину нашли например 10 плюс-минус 10 это же вот это есть стопроцентное точно стопроцентно то есть это правильно это правильно и поэтому на самом деле многие теоретики гордятся стопроцентно в этом смысле что они по крайней мере вам могут сказать порядок величины но более чем порядок величины почему уже порядок величины ну скажи вы нашли 10 до 10 20 должен пойдет до в пределах порядка 30 тоже пойдет даже 40 а когда стопроцентная точность то есть вы гарантируете что у вас лично между нулем скажем 20 вы гарантирует вот для сегодняшней модельных расчетов величины типа в сц правильных кристаллического поля вот как раз это сочи работает то есть часто вы но это значит что вы и за кожи очень-то в знаке пробраться тем не менее это в общем-то во многих отношениях неплохо и так или удача включая теперь включаем теперь это параметр то есть вы включили анизотропию спектр у вас получается смотрим сюда у вас просто видите в той самой единичке когда раньше дубле там было теперь плюс минус это появляется ну это я возьму скажем все равно положить вы получил такого типа расщепления то есть дублетик расщепиться на чем так вот симметрично расщепиться ну кстати давайте здесь запишем прямо теперь еще и мы решаем формальную задачку собственной функции собственной функции ну поскольку сколько видите ваша матрица диагональны значит базисные функции исходную помните вышел они и собственные функции ваши да поэтому смотрим двойка она соответствовала z третьему собственному вектору соответствующему состоянию здесь но как только вы включили это скажем если ваша это положительно да то игрок вверх а из вниз пойдет вы если это 30 наоборот вот и так я скажу возьму это больше 0 тогда у вас будет так вот это будет еливать состояние вниз и не еще но для экспериментатора это решение как бы такой формально теоретической решение экспериментатор это важно ответ вашим ответного на вопрос а как это выглядит то есть как он должен это со своей там значит вот со своим спектром связан связываю ну теоретики мы скажем так вот смотри если у тебя симметрия аксиально это равно нулю она будет вот где-то вы видите виду что он все-таки дублет вот это означает что она как бы такой двойной интенсивности как здесь две будут ли не спрятаны но с одной частотой поэтому спектр будет так выглядеть здесь откладываете интенсивность давайте просто напишем интенсивно буква и и йод и все фигуры заняты уже поэтому часто вижу здесь вот прямо так интенсивность характеристики но они как бы типичного уже я бы сказал для аппарата аппаратуры будем говорить обидел синусе ну то есть вы здесь увидите одну линию группы какой-то чистоте это чистоту обозначает муху вот-вот вы увидите одну линию но если вы включите анистропию короче говоря симметрию у вас было аксиально и делайте переводите арабическую ну тогда вы видите вот эта линия расщепиться расщепиться причем ясно что интенсивность каждый компонент будет в два раза меньше разами здесь линии накладывать друг на друга теперь они разбежались поэтому спектр будет так выглядеть вот что вы получите после после учета не стопей вели не интересно что видите как вот по положению вся тяжести вот она останется песни центр тяжести да по положению центр тяжести вы найдете вот эту частоту не вулкана а по положению были пара по величине расщепления вы найдете фактически параметр анистропии параметры не строги почему потому что ведь у вас ведь они сдвинуться вверх и вниз эти две линии как раз на величину которая от этого параметра который мы приняли за единичку будут отличаться плюс это минус это плюс это минус это поэтому на самом деле величина этого расщепления в единице муку нюку на 4 это прямо будет давать вам это единица к вам это вот такой ли спектр правда что еще остается еще интенсивность такая экспериментация на счет интенсивности как ты чего тут можешь чего-нибудь но я поскольку высокая с экспериментаторами и морщиками очень много с немцами мы с немцами давно еще и сотрудничать не даром появилась сотрудничество синтеза вещь ничего между прочим такие хорошие физики очень хорошие и гречи в экспериментаторах но хорошие проблемы с интенсивностью это очень сложно экспериментатор и очень часто спектр архивная про интенсивность как будто стыдливо молчал я слышу достоверная интенсивность выдать очень сложно знаете почему потому что очень часто эти экспериментаторы не уверены что спектра проявляется все то есть и я про а как интенсивность посчитает если вы не уверены что у вас все сто процентов ядер работают а почему не все ядра могут работать они в том что россии для только что говорил про то что чем боится диоретик образцы назовем кавычка грязные ну то есть дефектные часто это означает что у вас есть разброс по скажем в сц не по подрубольному моменту же ядер а по вы сц разброс будет дальше кинетика разные там очень важно так называю времена спины решеточной релаксации то что обычно я мэрщик выдает на внешний рынок вот публикует статьи и так далее за это что спектр так и времена спины решеточные спин спиновой релаксации всегда релаксационные характеристики спектра и если у вас ситуация с релаксацией не очень такая ясная четко только правил интенсивность мы не можем использовать как достоверный парень как достоверную величину более того во многих случаях и мальчики дошли до того что спектр вообще не не приводит спектр не приводит даже а вот только скажем спины решеточную релаксацию картинка температура независимости там и так далее вот и отсюда делают разного рода поэтому это связано с тем что видите вот все что касается самого спектра это как бы такая задачка третьего курса вот то что мы сейчас с вами 3 4 курса университетского вот это все считается как бы очень просто а вот спин спиновая спин решеточная релаксация спин решеточная локсация это локсация которая связана с тем как как ядро как бы отдает на решетку на решетку и ясно что это удобно зависит в связи с решеткой типа решетки температуру и так далее уже часто спин решетчик локсация очень такой вопрос сложный и я бы опять же сказал так что сегодня каких-то таких однозначных подходов и систем каких-то в которых все прозрачно вот их вот тут раз два три четыре пять все что еще да и кроме того перед может что здесь сказать еще продали экспериментаторы сам догадается что на самом-то деле вы когда берете скажем ядро или ядра вся несимметрично пристали так что тетрагональный пристал там тригональный гексагональный вы видите здесь спектре резонанса но если вы этот пристал подвергнуть никакому механической механической деформации скажем вот у вас позит выделено скажем можно тетрагональный пристал до кубик растянутые лежат по оси z ну возьмите превратите этот кубик тетрагональный сложенный в спичный коробок то есть по какой-то оси x или y сожмите или растяните интересно да как это будет выглядеть на спектре ядерного водополимого резонанса вот это вот одновение у вас проще лица причем по величине величина расщепления вас если будет пропорционально этой деформации пропорционально начни напряжению то есть это между прочим метод измерения вот чего каких величин вот я есть такие хорошие знакомые девочки из донецка с этого донецка там раньше по крайней мере сейчас в меньшей степени раньше там пока уж не мэрли центра это очень многих мальчиков знал и работал с ними они кстати пакет получили на метод измерения с помощью ядерного резонанса вот пожалуйста у того пример того как это можно сделать потому что я слушаю в этом случае прямо расчитал расщепление линии вы можете мерить давление если только надо прибор как бы процесс прибор ты-то ябер спектрометр сейчас речь идет о каких-то специфических измерений специфических условиях но тем не менее здесь по величине расщепления может судить по давлению по давлению управлении как если это давление не очень большой то 4 может быть небольшим ну а если оно небольшое то вы собственно две линии пени увидите вы увидите у ширину или ну и на час экспериментаторы элементарно обрабатывают эти линии так как правило гауссианы то есть линии формы которые гауссер формах поэтому они обычно обрабатывают четко выделяет даже если линия внешняя одна но они раскладывают на 2 и находят вот эту величину пощепление кстати вот если говорить об обработке спектров так то сейчас это очень популярны конечно есть сейчас экспериментатора хорошие пакет этого прежде всего оригин 8 9 и здесь вот это фильм оригин вот с помощью оригин я думаю что тут из вас уже использует там есть зашиты в этом пакете программки которые позволяют обрабатывать спектры чем это широко использую не только я мою но и в оптической спектно скепить тогда и без шерва так сказать что компьютер уже картины ему что в общем-то находит очень осторожны очень хорош красиво такие красивые картинки я сам этим пользовался но поэтому я и говорю смело что чаще все это про нее абсолютно просто вранье я то что вранье когда она красиво выглядит она расходит за правду которую экспериментаторы делают вот представьте себе спектр оптический вот здесь я бери там обычно линии узкие так все все похоже на то что здесь нарисован но не всегда кстати тоже да не всегда нет не добывать какие такие очень широкие линии увидев которые спектра вообще все поднимает руки вверх и берет этот эксперимент пойдет в стол но вот я думаю что важно большинство как бы экспериментаторы должны тоже понимать четко что экспериментаторы как нормальные люди получают эксперимент которые никак не могут понять вообще они как правило в случае даже теоретику не ходят ну разве что если какой-то приятель ну совсем не как так посмотрели литературе пока пальцами совсем не так редко редко экспериментатор это нашим он был такой вот прошедший вот чтобы он тем не менее пошел и заявил миру о его данным вот такой вот эксперимент я получил все чаще боятся просто почему а потому что бояться что их обвинят в том что они образец грязный какой-то грязь какой-то мере еще нам показывают всякую грязь дальше они боятся что их обвинят то что они просто верить не умеют и их или их обвинят то что у них установка вообще не отчет ну а так любой экспериментальной установки всегда можно придраться кристалла образца тоже всегда можно придраться ну а опыту экспериментатора почему нет тоже многие экспериментаторы получить уже странные результате будут его в стол ну так должен не может время придет когда-нибудь что любит поэтому каждого как правило экспериментатор вот есть такой вот как в картиной галереи взять вот они иногда бывает так же я уже это рассказывать ситуации так писать о себе выходит какая статья с очень интересным неожиданным результатом и вдруг буквально на следующий день появляются работы с этим же результатом получили в разных совершенно частях мира дело в том что сейчас общение то ваще 3 реальными да я уже говорил пожалуйста электронный журнал утром я туда послал статью вечером и его уже весь мир видит и вот из-за этого как только я вечером увидел по счетам лет живет давно лежит ушли чем лежит он лежит может годами все тут же хватает и буду уже совсем делали с врагами и посылают может быть там где-то если не первый то 2 3 может быть своими дать вот это очень часто случается поразительно даже я бы сказал час видите как вот особенно если вы имеете дело с какими-то очень непростыми соединениями новыми особенно да все деньги которые показывают и странные свойства но часто очень боится есть масса свежих относительно таких вот направлений но я буду перечислить их даже то что касается скажем физики консерву стоит я немножко заберут забивись скажем все проводимость высокой температурной там еще было время когда начал 90 годов было время когда лучше не так сказать до середины 90-х годов было время когда публиковали все статьи просто все что получил там где-то касающиеся сверхпроводников этих новых нас по всем публиковать потом стали сколько можно по одному и тому же цене номинал один и тоже разные работы выходят ну все решили что в конце концов надо с этим покончить потому что это менять всякую в результате вот мерю и публикует потом попробуйте разобраться в этом море мы стали такой вот заслон ставим работа с такими странными результатами но представьте себе это примеру знаете чему соответствует вот вы изобретаете вечный двигатель у всех собирающих один из личных людей забыл другой забыл вечно и все что потом конце концов там какая французская академия все шаг ребят все про вечный двигатель мы не принимаем ничего чего потому что уже твердо доказано что его нет но вы скажем с той же у вас к температуре сверхпроводим ситуации странное случилось дело в том что механизм ее до сих пор не и доказано неизвестно так писать себе что в такой ситуации например взять и закрыть заслон сделать работа экспериментально прежде всего с какими-то странными результатами это неправильно санты тем не менее середине 90 годов так примерно сделали и примерно так говорили вот выходит об эксперимент какие-то результаты рассказывают скажем на конференциях и богат что опять это вот у вас явно что какие-то в россии на счетом плохие когда новый дикс до бежать у плохие вроде не хуже ваш вот так и только кольцу 90 годов то есть это много времени проходит начал только понимаешь вот это разнообразие то есть разные физические свойства получены на номинально одинаковых составов это наверное не грязь это не какая-то совпода воли вообще нет это как это внутреннее свойство системе вот она такая она такая вот логийная система мобильная система которая очень легко менять свойства в зависимости ну скажем полежала годик образец полежал будет на окошке но условно это окошко до свойства изменились а если вот в коридоре годик полежал свойство тоже одну другую сторону могут поменяться и 3 примеров очень много вот как раз насчет того кодика полежала производитель померили скажем спектр и мая катастрофически может поменяться просто чем похоже после чего не таких примеров очень много литературы вот так вот сейчас начали понимаешь и черт возьми вот это видимо как-то связано с устройством системе такая она как неустойчивость и куча метастабильные состояния и так далее когда идем дальше вот здесь я выслал так что видите меня теория вот такая примитивная она работает в таком тоже довольно примитивном смысле начали такой посложнее как в этом случае не так я рассмотрю такой конкретный случай так вот у меня здесь как раз рассмотрим пример ядра 53 хрома возьмем такой конкретный совершенно ядро так чтобы приблизить задачу к реалиям итак ядро 53 хрома 53 хрома момент ядра три вторых ну вот как раз здесь мы рассмотрели выше случай спин единичка да сейчас вот три вторых видите большая разница есть в том целый спин или полуцелый вот сейчас мы это увидим давайте тоже также начали рассмотрим просто картинку спектра квадрофольного резонанса тут вот для 1 со спином три вторых 50 хрома для пример такой не обязательно и три вторых и так поехали смотри что и смотреть в чем здесь еще как бы проблемы с точки зрения такой киона 6 дело в том что на спине единицы мы можем базис три состояния пасть рассматривать как декар то есть вместо состояний момент минус один мы ведем три состояния целью взятым словом но для спин и так это уже не пройдет а 4 то есть спин 3 вторых проекция спина принимает значение плюс минус 1 2 4 состояний и на самом деле здесь надо немножечко уже посложнее посложнее будет анализировано как мы поступим в этом случае но в этом случае надо какую-то более такую общую методику используют вопрос очень связано с тем что вместо операторов и их ring вводят операторы и плюс минус и плюс минус пусть оператора помещение понижения артракт повышения понижения я detto можно что и плюс минус единичка то есть и ноль оператор это из это просто а вот и плюс-минус сединирся минус плюс собственно это я писал когда он был просто классный это allow говорили о переходе неприводимых компонент декарту но момент это тоже вектор там я дефон сидел а сейчас для момента это же вектор циклическим компонентом для вместо икс и и единственных корень из двух и x минус и и вот такое сделаю такой переход то есть тогда я перепишу наш гаммингтонент в терминах операторов новых плюс-минус терминах операторов повышения и понижения ну это не сложно сделать вот давайте посмотрим скажем я рассмотрю комбинации такие и плюс минус единица в квадрате давайте вот рассмотрим ну ясно что вместо икс квадрате у квадрате здесь появятся комбинации типа и плюс квадрате и минус квадрате вот таких я просто возьму квадрат возведу это дело да тогда что мне получится здесь будет одна вторая у вас здесь сразу пишем и x на x из квадрате будет так дальше здесь будет вне зависимости он знака вне зависимости от знака будет значит минус y квадрате за 1 ну и кроме того будут два слагаевы которые связаны вот с перекрестными перекрестные но тут надо быть осторожен почему потому что x и y они не коммутируют это помощь коммутатор x и y это мнимая ничка из ф вот это надо учить поэтому надо быть повнимательнее значит это так будет квадрат возложу будет плюс минус плюс минус 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 единичку втаскиваю дальше коммутатор и x и y вот так вот сейчас проверю еще ничуть и x на y плюс ну а вот это вот коммутатор в общем это даже не важно вот это мы знаем что-то вот вижу что комбинацию x квадрат минус y квадрат она здесь сумма и плюс квадрате плюс и минус тогда вот это вот просто поэтому да и смотрим с коэффициентом еще начислия при разных знаках просто сложу я получу то что надо x квадрат минус x квадрат можно здесь просто эту скобку заменить на и плюс квадрате плюс и минус квадрате и так я это и сделаю вот так вот и плюс 1 в квадрате плюс и минус 1 квадрат ну а и z это и 0 я даже менять не буду вот как по другому можно переписать и купили то нет я стал так что если вы работаете с со спинами больше единички то конечно лучше использовать именно вот эту форму почему потому что операторы и плюс-минус они имеют довольно простые матричные элементы я напомню что это операторы повышение или понижение проекции на единичку поэтому эти операторы могут связывать только когда речь пойдет о матричных элементах этих операторов эти матричные элементы отлично только в том случае если строка и столбец ммш 3 будут отличаться на плюс или минус единички это очень важно ну и давайте я попытаюсь записать эту матрицу у меня значит матрица вот этого оператора для спина 3 2 итак поехали как это будет выглядеть ну кстати обратите внимание что речь опять идет о той же задачи так спина обычных так только для спина не единица три пары и так что у нас будет значить ну первое слагаемое одно очень простой первое слагаемое значит матрица а так будет выглядеть у меня опять я вытаскиваю коэффициент общий только здесь и будет три вторых значит здесь три вторых на два три три минус один два три вторых на два это три на четыре двенадцать и так у везет 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 на 12 так ну а дальше матрица пошла матрица четыре на четыре как бы матричные элементы записывать ну здесь варианты есть конечно скажем 1 2 3 4 столбцы скажем в первый столбец м плюс три вторых потом плюс одна вторая минус 1 вторая минус 3 2 ну можно по-другому скажем вначале выделить блок плюс-минус 1 2 но потом плюс-минус 3 вторых в принципе заранее если вы заранее не угадали как лучше выбрать нумерацию строки столбцов принципе можно любой ну давайте выберем так плюс 3 вторых плюс 1 2 следующий следующий столбец минус 1 2 и минус 3 вторых вот матрицы 400 соответственно четыре строки поехали вначале 1 3 и z в квадрате минус 2 и квадрат и на и плюс 1 3 вторых на 3 2 плюс 1 5 3 вторых на 5 это 15 4 15 4 дальше собственное значение и z это м чем в квадрате будет то есть первое слагаемое матрицу не очень простая вот от этого слагаемого 3 м в квадрате минус 15 4 и по диагонали это матрица диагональ на час но смотрим м равняется три вторых живой 9 четвертых 27 четвертых минус 15 четвертых 12 четвертых тройка и так вот здесь вверху пишу стройку ну кстати это будет означать что вот здесь там где столбец минус три вторых тоже тройка будет можно смело писать тоже тройку дальше ну еще два значения м плюс минус 1 2 но здесь весьма все время тоже то же самое мы получим значит 1 2 3 4 минус 15 4 минус 12 минус 3 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 ну и вот это вот диагональная часть ну ведь давайте я точно поставлю там где у меня остальные элементы вот не очень красиво получилось я вот покрасились покрасивший сделал тройка вот так матрицы ну вот эти я пока не знаю элементы но от первого слагаемого здесь нули от первого слагаемого соответствует дегональной матрицы вот она полностью выписаны это вот этой части кстати обратите внимание что если у меня симметрия аксиальная то есть это равно 0 если да все вот она вся матрица и поэтому спектр можем уже сразу получить рада нарисовать обратите внимание что при этом у вас 4 собственные значения должно быть до 1 не разобьются на два дублета один дублет плюс 3 2 дублет минус 3 ну то есть ваша щепиться на два динатковой дуле ну а вот теперь вот эту часть вот обратите внимание что оператор и плюс единичка в квадрате меняет проекцию на двойку на двойку и минус единица в квадрате проекцию понижает на двойку тот повышает на двойку и понижает на двойку вот передавайте смотреть вот этот элемент скажу по очереди пойдем значит ясно что это слагаем будет давать вкладку не диагональный матрищный элемент почему вы живете и температуры повышают меняют и так вот элемент здесь первая строка три вторых столбец одна вторая разница между мем что и здесь единичка значит ноль ничего туда не получится дальше смотрим вот этот элемент здесь плюс три вторых здесь минус 1 разница два двойка значит здесь что-то будет я так кресить ставлю пока здесь разница три вторых другу стрельта разница мемшки тройка ноль значит здесь вот эти два слагаемые они м м4 меняют на двойку то есть они связывают в матрице только элементы на которых и они м4 отличаются на двойку в другую сторону так все проехали дальше вот этот элемент ну здесь вторая строка соответствует 1 2 3 столбец минус 1 2 разница единичка здесь 0 этот элемент здесь строчка вторая плюс 1 2 а здесь минус 3 2 разница двойка здесь отличный от нуля элемент ну и поехали дальше значит вот этот элемент ну матрица эрбита возникает 0 этот элемент матрица эрбита этот элемент ну давайте смотреть здесь у нас смотреть здесь у вас предпоследняя строка это минус 1 2 ну а здесь последний столбец это 3 разница единичка значит вот этот элемент 0 этот элемент 0 0 вот как будет выглядеть эта матрица так будет выглядеть эта матрица значит вот эти вот элементы связаны комплексным сопряжением эти элементы тоже связаны комплексным сопряжением всего парочку вот эту нужно только найти матрицу это что за матрицу раскрываю теперь я вот этот элемент первый начнем строка первая три вторых м равно три вторых то есть плюс три вторых дальше оператор здесь а шкур ну правда я из него вытащил кубы зацепут этого так что здесь оператор будет останется и вот это слагаешь вот ну а дальше я здесь сам момент и не пишу для всех элементов он один и тот же три вторых здесь значит да и предпоследний предпоследний столбец это минус 1 2 минус 1 2 вот видите здесь как раз оператор должен повысить вот это значение которое стоит столбец на двойку ну так есть на двойку уже но что он будет повышать вот это слагает поэтому на самом-то деле этот матричный элемент правило чему записываем кубы зацепута все это общий коэффициент на 12 а здесь матричный элемент три вторых да это еще на это тоже вытащить можно или где-то его напишите у себя дальше и плюс один подарок минус 1 вот он как выглядит матричный элемент ну просто надо посчитать дело в том что матрицу оператора повышения мы знаем записывали посчитаете все вот этот элемент а вернее вот этот элемент здесь легко догадаться что здесь ситуация как бы обратно видите строчка соответствует плюс 1 2 вот здесь вот будет плюс 1 2 это а здесь будет столбец последний минус 3 минус 3 2 но тоже самое на самом-то деле на двойку надо повысить значение правое чтобы вести до левого ну точно так же все будет выглядеть только здесь надо будет заменить вместо минус 1 2 поставить минус 3 2 а вместо 3 2 плюс 1 2 ну а вот эти матричные элементы это ничем от этих отличаются тем же да мака рота понижения параде сработает мужем от общерей ну ясно что на эти два слагаемых они связаны орбитово сопряжения вот поэтому они так и работает это помнишь оператор повышения перед cup сопряжении переходит в оператор понижения с обратным знаком ну как здесь квадрат и по природу сопряжению вот это переходит ли Facebook обеспечивает аг Raspberry to gauche говоря да комбинации поэтому эти два матричных элемента мы получаем из условия митровости матрицы ну а фактически эти два матричных элементов они будут определять вот этой части операторов и слогичный уже посчитать два матричных элементов и всего ну а дальше вот эту матрицу я до конца я не буду делать проводить вот эту матрицу дальше нужно будет реализовать присоединяйте собственные числа и собственно на что здесь обратим внимание ну во первых мне это много здесь в конце концов да я тоже матрица 4 4 то наш непростая 3 на 3 еще ты тоже сложный матрица так выше у нас просто такая была тривиальная ситуация матрица 4 на 4 еще хуже но были много поэтому для того чтобы найти собственные числа вы можете надо просто действовать стандартным методом если вы ничего другого так уме не придумаете да просто данным методом то есть что вы делаете пишите 3 минус лямбда ну и это отличный обозначить его сашли с 1 и 2 а и вы пока пока вы еще не знаете обозначить элементу обозначить пол сика и быстро тогда вот это будет а если это а так он и собреженные мы дальше пиши 3 минус 3 мм минус 3 минус ребята считайте терминат какой макийцы он уже будет не очень сложный потому что видите 29 кстати насколько он будет не смотрим мед войдет произведение двигателя и элементов да так потом с тем же знаком со знаком плюс входит произведение элементов вот так до 11 324 но правильно вначале и еще вторая дикта каранда все собственные числа это решение вот это уже ничего не было и у вас всего два уровня было два уровня картинка выглядела так вот этот ваш уровень и 3 2 был квартетом включили в з з он расщепился на два дублета в эту картиночку можно сразу нарисовать мы уже как бы получили это в случае если это равняется нулю если это равняется нулю ну что интересно что если вы теперь это включите то принципиально вот ничего не поменяется принципиально ничего не поменяется что значит принципиально я беру не количественные какие-то вот характеристики этого спектра а качественно его качественный состав этого спектра два дублета симметрично расположены вы тоже в результате получите два симметрично расположенных дублет а делаю знаете чем связано дело в том что при спине три вторых есть такая очень для состояния с нечетным спинам с полуцелом ведь уже на пара с полуцелом спинами известна такая теорема которую нужно звать терема краберса дело в том что при любом возмущении при любом возмущении действующим на состоянии в полуцелом спинам в системе остается двукратное вырождение в системе остается как минимум двукратное вырождение за исключением только одного случая это внешнего магнитного поля ясно что во внешнего вид на поле у вас все уровни спины скажем так 3 2 5 3 не важно эффект зимана вы получите полное расщепление но если у вас ваше возмущение не включают магнитного поля а соответственно только как бы электрическим полям то в системе всегда останется как минимум двукратное вырождение так вот результате в нашем случае то же самое под действием уже тромбических искажений у вас останется два дублета только прощепление немножко изменится раз за счет вот этих двух новых матричных элементов и второе состав волосы функции немножко поменяется почему а уж не видите как вот эти матричные элементы они смешивают смешивают состояние с воду м три вторых и одна вторая видите вот здесь вот вы получали что скажем у вас здесь были два состояния плюс минус три вторых плюс минус 1 2 ясно что эти матричные элементы видишь что делать они смешивают вот эти 22 дублета перемешивают и в результате у вас волновые функции поменяются вот это расщепление поменяется но состояние останется дублетами это вот очень важный вывод чем важно для экспериментатора то есть видите спин повысился число состояние возможно увеличилось ожидание светом тоже будет огурение всего содержать как в случае аксиальной асимметрии в случае аналитической сильней хотя в предыдущем случае случае аналитической сильнее у вас наблюдалось расщепление на два на две линии то есть появляет появляться такой дублет семитричный а вот еще дублет семитричного не будет все всегда вот одна линия и поэтому при полу целом спине вы никаких эффектов связанных с этим расщеплением а значит возможности скажем исследовать там эффект давления и так далее не иметь все